Человек, живя в собственном доме, за всё отвечает сам. Жильцам же многоэтажек нужно приходить к общему решению, чтобы, к примеру, починить крышу или канализацию. С 2014 года у славянцев появилась возможность ремонтировать свои дома благодаря действию краевой программы капремонта многоквартирных домов. С 1 ноября 2014 года жители города и района начали вносить взносы на капремонт. При этом многим хотелось поскорее увидеть результат своих накоплений. Но реализация практической части программы капитального ремонта началась в 2015 году. Региональным операторам в 2015 году включены в краткосрочный план по нашему славянскому району были три многоквартирных дома. Это Стаханова 197, Совхозная 75-1 и Ленина 70. На сегодняшний день уже выполнен ремонт на Стаханова 197 капремонт системы электроснабжения и Совхозная 75-1 капремонт фасада. Работы уже выполнены, подрядчикам оплаты произведены, жители довольны. Ленина 70 планируется выполнить капремонт системы электроснабжения в 2017 году. Главным критерием отбора многоквартирных домов для включения в краткосрочный план является процент собираемости взносов на капитальный ремонт в каждом конкретном доме. Таким образом, платёжная дисциплина при оплате взносов напрямую связана со сроками проведения капитального ремонта. Другими словами, если все соседи дружно платят, то и ремонта долго ждать не придётся. Накопленных средств должно быть достаточно для выполнения желаемого вида работ. В капитальный ремонт на квартирного дома входит ремонт фундамента, подвала, крыши, фасада, инженерных сетей, то есть холодная и горячая вода, водоотведение, газ, система электроснабжения и отопление. В этом году разработан краткосрочный план, в который включён 21 многоквартирный дом, жильцы которого перечисляют средства на счёт регионального оператора. В шести домах ремонтные работы уже выполнены. Так, например, по улице Ленина, 72, сделан капитальный ремонт системы электроснабжения. Нам сделали датчики движения. Когда мы ночью заходим, они включаются. Сейчас работы ведутся в четырёх многоквартирных домах. В доме 118 по улице Комсомольской капитально ремонтируют крышу. Рабочие старый шифер заменяют новым металлопрофилем. Капитальный ремонт крыши ведётся и по улице Таманской, 125. По остальным 11 многоквартирным домам уже заключены договоры с подрядными организациями на выполнение капремонта в 2017 году. Ранее собственникам трудно было поверить в то, что сделать их дом, который не видел капитального ремонта десятилетиями – это не миф, не мечта, а реальность, которая имеет материальное подтверждение. Программа капитального ремонта работает. Она эффективна. Жильцы многоквартирных домов смогли оценить это на деле. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин